Перешел дорогу, машину сбилась. Все, покатались по дороге. Пошел домой. Это сейчас Станислав улыбается, вспоминая происшествие, случившееся полгода назад. Однако тогда мужчине было не до шуток. На улице Спартаковская летом прошлого года мужчину сбил Порш Каен. Из автомобиля вышли двое. Бывший защитник любительской хоккейной команды «Казанские драконы» Игорь Бельхин и его приятель, неоднократно судимый Адель Загидулин. В результате наезда лобовое стекло дорогого автомобиля оказалось разбитым. Как следует из материалов уголовного дела, мужчины потребовали возмещения ущерба. Загидулин вышел из машины и нанес гражданину удары ногами по телу и по лицу. Далее Бельхин предъявил потерпевшему претензии по факту повреждения указанного вышим автомобиля и потребовал у потерпевшего 100 тысяч рублей в счет возмещения вреда, после чего подсудимые затолкали потерпевшего в автомобиль и уехали в направлении Архангельского кладбища. Хоккейная клюшка Адель Загидулин избил потерпевшего. Однако не добившись желаемого, мужчины бросили пострадавшего на улице и уехали в ресторан. Что интересно, уголовное дело удалось возбудить только со второго раза. В отделении полиции Вишневский в произошедшем не увидели состава преступления. Однако сотрудники прокуратуры оказались иного мнения. И уголовное дело все же было возбуждено. Мне бы достаточно было, ну, в плане моих удовлетворений, я думаю, условно срока. Но никак не оправдательного, по крайней мере. Срока я как бы не хочу, зачем людям жизнь портить? Я же живой. Если бы убили или сломали, то можно было бы по-другому рассуждать. А так переломов нет, все нормально. Напомним, бывший хоккеист Игорь Бельхин внес немалый вклад в возведение ледового дворца «Золотая шайба». Сооружение было открыто осенью прошлого года в Новосавеновском районе. Сейчас спортсмен находится под домашним арестом. Второй участник похищения Адель Загидулин заключен под стражу. Стоит отметить, что экспертизу Porsche Cayenne провести так и не удалось. Автомобиль странным образом исчез в день наезда. Оба обвиняемых в свою вину отрицают. Эльмир Кляхметова, Максим Глупцов, Максим Зуйков. Эфир 24. Рай Донова. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале Эфир. Рай Донова. Продолжение следует...